Добрый день, друзья! С вами Сергей Строконь, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. Сегодня мы будем говорить о предстоящих президентских выборах в России и Азербайджане и о том, какие проблемы, вызовы и задачи будут стоять перед нашими странами в условиях новых политических циклов. Приближающийся 2024 год, который станет годом больших выборов в ряде ведущих государств Востока и Запада, а также годом смены руководства ключевых международных организаций и институтов, включая Евросоюз, Европарламент и НАТО, приведет к новому политическому циклу в России и Азербайджане. На этой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении внеочередных выборов главы государства 7 февраля будущего года, то есть за целый год до истечения его действующего сегодня 7-летнего президентского мандата. Ну, в Баку это стало главной новостью недели и, я бы сказал, главной новостью всего этого года. Новостью вокруг которой выстраивается в логическую цепочку, имеющие одну причинно-следственную связь, другие ключевые события этого года, изменившего в жизни азербайджанского государства очень многое, учитывая прежде всего, конечно же, полное возвращение Карабаха. Карабаха. И он ставит задачи, задачи ставит перед собой и перед страной, причем как у себя дома, так и в отношениях с внешним миром. И, наконец, вот почему сегодня, вот в последней неделе декабря в Баку потребовалось ускорять время. Как я уже сказал, самые близкие по срокам с азербайджанскими, а это президентские выборы в России, о которых говорили на этой неделе в России. Эти выборы пройдут 17 марта. И об этом, смотрите, мы тоже ведь узнали на финише года. И в целом, стартовые позиции, в которых находятся национальные лидеры двух стран, Россия и Азербайджан, во многом схожи. Ну, давайте просто перечислим эти факторы. Ну, это очень высокий рейтинг двух президентов. Это их поддержка со стороны подавляющего большинства граждан. Это отсутствие на горизонте конкурентов, способных поставить под сомнение или предложить избирателям какую-то там альтернативную стратегию. И в то же время Азербайджан и Россия сегодня имеют четкие, внятные национальные ориентиры. Ориентиры неразмеваемые какой-то вот сиюминутной политической конъюнктурой. И, наконец, два государства, российское и азербайджанское, имеют большой запас прочности, очень большой, позволяющий им выдерживать мировые потрясения, политические, экономические, такие вот землетрясения большой разрушительной силы. Вот, друзья, вот эти вот ключевые моменты, взятые в своей совокупности и делают вполне уместными, с моей точки зрения, и логичными аналогии между ситуацией в Москве и Баку. Но, если, конечно, нам с вами немного отвлечься и посмотреть вот на карту мира, то, конечно, нельзя не сказать о том, что, конечно, выбор и выбором рознь. Ну, вот, к примеру, смотрите, совсем другая ведь ситуация складывается сегодня в Америке, где президентские выборы пройдут не в первой декаде будущего года, как в Азербайджане и России, а в последней декаде, а именно в ноябре. Смотрите, рейтинг президента Байдена не растет, как у Владимира Путина и у Ильхама Алиева, а падает, не просто падает, а обновляет исторические минимумы. И вообще, как вы знаете, учитывая его физическое состояние, вообще не факт, что Джо Бойден как-то вообще дотянет до этих будущих выборов, ведь до них еще, смотрите, целый год. И, как всегда, часто говорю об этом, все познается в сравнении, и эта истина применима к сегодняшней ситуации в Вашингтоне, Москве и Баку. Если же мы с вами будем говорить более акцентированно, более предметно, то Азербайджану сегодня необходим быстрый старт, вот этот быстрый старт нового политического цикла, отвечающего дальнейшим задачам развития страны, с учетом того, что уходящий 2023 год, как мы с вами знаем, стал переломным. Этот год позволил убрать вот этот огромный камень, лежавший на пути движения вперед. И этим камнем была, конечно, проблема карабахского сепаратизма. До последнего момента, отчаянно цеплявшиеся за прошлое и пытавшиеся остановить время, которое Баку напротив пытается ускорить, сепаратисты ушли в историю. И вот после решения карабахского вопроса, уже на новом этапе предстоит решить многочисленные вопросы интеграции, которые оставались на мертвой точке, пока в Ханкинди рулили вот эти люди, вот эти сепаратисты, уже забывающегося сегодня Арцаха. И, собственно говоря, ускорение процесса мирного транзита и восстановление разорванных более чем 30-летним конфликтом связей, судя по всему, и станет главной повесткой нового 7-летнего президентского срока Ильхама Алиева. Весьма символично, что объявление о досрочных выборах 7 февраля совпало с выступлением Ильхама Алиева, на состоявшейся на этой неделе в Баку международной конференции под девизом «Карабах возвращение домой через 30 лет достижения и трудности». И если мы с вами внимательно проанализируем речь президента, в которой подробно говорится и о задачах национального строительства на новом этапе, и о будущем мирном договоре с Ереваном, и, наконец, о сегодняшних и будущих отношениях Баку с внешним миром, включая США и ЕС, то я думаю, что вполне можно считать вот это выступление Ильхама Алиева его предвыборной программой. Не имея возможности вот здесь очень подробно пересказывать это выступление, которое вы все наверняка смотрели, я бы хотел все-таки обозначить главные, с моей точки зрения, смысловые моменты. То есть направление будущей работы главы азербайджанского государства, его команды, органов власти, как в центре, так и на местах. Итак, первое. Восстановление мирной жизни в Карабахе, которая стала главной темой международной конференции в Баку, предполагает в числе прочих задач решение проблемы переселения, которая будет происходить поэтапно и потребует, конечно же, немалых организационных усилий, учитывая всю масштабность вот этой задачи. Приоритетом социально-экономического развития страны до 2030 года станет реализация государственной программы «Великое возвращение», которая, собственно, уже сегодня началась, но пока не приобрело массового характера. И если по состоянию на сегодняшний день после 20 сентября и демонтажа сепаратистского образования в Ханкинди в родные места вернулись менее тысячи семей, то до 2026 года их число увеличится более чем в 30 раз. И по нынешним оценкам составит 34 500 семей или 140 000 азербайджанских граждан. Что же касается армянских жителей Карабахского экономического района, то по-прежнему никто, абсолютно никто не мешает им подать заявки на получение азербайджанского гражданства и вернуться в свои дома, которые остаются неприкосновенными после их добровольного массового выезда из Ханкинди, произошедшего после 20 сентября. Кроме того, Баку намерен решительно пресекать любые попытки политизации этого очень чувствительного вопроса, любые обвинения азербайджанских властей в якобы имеющих место в притеснениях армян, а также разоблачать все вот эти вот продолжающиеся фальсификации по этому вопросу. Увы, к сожалению, вынужден констатировать, что антиазербайджанская волна продолжает идти с запада, она идет из США, что, собственно, серьезно осложнило отношения с Вашингтоном, а также она идет и из Евросоюза. И вот я бы обратил внимание на то, что в своем выступлении на этой международной конференции Ильхам Алиев назвал ложью, прямо так и сказал, ложь утверждения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Карабах якобы покинули 150 тысяч армян. И вот, по словам Ильхама Алиева, он сожалеет, что столь опытный европейский дипломат лжет, именно он так и сказал, причем со стороны Борреля это не просто манипуляция цифрами, а обвинение. Еще одно резонансное заявление Ильхама Алиева касалось того, что Азербайджан не собирается вступать в Евросоюз, прекрасно понимая, что его там в Евросоюзе никто вообще не ждет. И вот таким образом, выстраивая свою внешнюю политику на будущее, Баку исходит из принципов реализма, самодостаточности своей политики, позволяющей успешно развиваться и без необходимости годами и десятилетиями стоять в предбаннике Евросоюза, как это делают другие бывшие советские республики, ну, к примеру, Украина, Грузия и Молдавия. При этом Баку не отказывается от посетничества Брюсселя на завершающей фазе движения к подписанию мирного договора с Ереваном, который, учитывая примирительные шаги и заявления последней недели, может быть не за горами. Вот символично, что на этой же неделе Азербайджан и Армения продемонстрировали новую готовность к подписанию мирного договора, выступив с совместным заявлением и сделали жесты доброй воли, обменявшись пленными и заключенными. И вот, друзья, обратите внимание, что это произошло без посредников. Что это значит? Это значит, что можно договариваться, если только есть политическая воля. И примечательно, что на этой неделе, когда президент Алиев фактически озвучил вот эти свои предвыборные тезисы, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил о том, что азербайджанского лидера ждут на приближающемся неформальном саммите СНГ, который в конце года пройдет в Санкт-Петербурге. Учитывая, что незадолго до этого президенты Азербайджана и России стали готовиться к новым политическим циклам в своих странах, в Санкт-Петербурге у них наверняка будет очень много тем для обсуждения. Главной же из этих тем, конечно же, станет вопрос о том, как в условиях приближающихся нового политического цикла в двух странах развивать и приумножать союзнические отношения Москвы и Баку. После решения Карабахского вопроса и возвращения Южного Кавказа к мирной жизни, в этих отношениях, друзья, открываются новые возможности, новые перспективы, требующие глубокого осмысления и дальнейших решительных действий. Это был Сергей Строконь, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. До новых встреч, друзья!